здравствуйте друзья настало время поговорить о фуксиях как вы помните я уже делала перевалку своих фуксий после зимнего хранения хранила я их в теплице просто вот как как есть так и есть температура бывала и разная там и до плюс 5 до плюс 4 доходило бывало и плюс 10 и плюс 15 зима фуксии хорошо замечательно отросли я их подождала потянула пока они нормально отрастут и дадут мне достаточно черенка для того чтобы я его взяла массово и уже сделала свои растения на продаже на весенние продажи заодно я сейчас и черенкование и операцию формировки кустов совмещаю сейчас я вам об этом расскажу и покажу как же я делаю это мой опыт может быть вам пригодится вот у меня есть такие кустики фуксии вот это сорт дума пестролистный сортик он у меня уже с прошлого года сформирован виде деревца такая кустовая форма есть вот такая растрепка вот такая вот непонятная растрепка она и не кустовая форма и не ампельная что-то такое среднее ну этот сорт у меня без названия он условно от лены есть вот такой компактный сортик лара зита может формироваться аккуратненьким деревцем либо в виде шарика ну он очень компактный с небольшим цветочком вот так вот отрос немножко наклонился как в сторону солнца рос есть еще вот такой кустик он еще слабо проснувшийся небольшие приросты ну скелетик уже видно все это формировочка с прошлого года осталось есть ампель вот такой сорт воду крупные листья крупные цветки потом будут он чистый ампель он никак не поднимается не хочет подниматься виде кустика он видите даже стремится сам развалиться имеет крупные такие листья на мало веточек мало побегов но и цветок у него будет очень внушительный такой прям вот в ладошку входит вот такой и вот такой вот ампель очек тоже том west пестролист не чик небольшой цветочек очень такой интересный сортик нарядненький он даже без цветочков нарядненький этот сортик легко формируется и в виде ампеля и в виде кустика то есть формировка фуксии может происходить по вашему желанию есть такие сорта они как бы двойного направления и ампели и кустовые формировки могут поддерживать то есть сам тип роста у растения нам может подсказать что из этого выйдет ну вот из этого выйдет уже только ампель потому что у него вот эти крупные веточки скелетные они так развалились немножко ну и обычной прищипочкой можно здесь дальше вести ампель ну опять же повторяюсь эти кустики у меня были из прошлого года то есть это не молодые это те которые зимовали зимовали они у меня все в теплице на свету то есть не спать они конкретно не укладывались не делалась им зимняя обрезка такая жестокая которая подразумевает вообще безлиственное состояние и опускание допустим холодный подвал либо в холодильник есть еще и такой способ вот этот сорт был вообще просто ну так стоял кустик и стоял как ему хотелось так он и рос в общем то прошлом году у него здесь была небольшая формировка две прищипки и потом он просто был вот как как рост так и рос а есть еще у меня вот такие вот экземпляры это черенок такой знаете позднее осенний поздний череночек который был зиму виде череночка стоял даже вообще в маленьких стаканчиках я вам ранее показывал я их перевалила вот такой горшочек пол литровый квадратик и вот у этих череночков необходимо сделать сразу формирующую обрезку то есть я хочу вот этот сформировать и вот этот вот в виде ампелей то есть что я сейчас буду делать и вот этот вот сорт заодно и возьму череночки и так вот этот вот сорт это тоже условно лена значит хочу сделать в виде пышного такого кустика в будущем он развалится на ампель ну судя вот по этому большому кустику да он имеет тонкие такие побеги и может легко играть форм форму ампеля то есть свисать из горшка то есть я убираю вот такой главный побег центральный и вот здесь вот молодые приростики просто как бы делаю ослепление то есть формирую вот из нижней области нарастание молодых росточков молоденьких побегов вот и все легким движением руки вот здесь вот можно было прищипнуть здесь и дальше но он бы развалился потому что он один такой ну длинненький поэтому я так не делаю вот здесь вот сорт воду здесь вот очень хороший вариант здесь уже два междоузли вот одно и вот второе и вот третье поэтому третье убираю а два оставляю то есть веточки будут супротивно развиваться вот так и вот так и будет у нас четыре веточки то есть в будущем формирование отрастание этих веточек в разные стороны будет очень удачно вот такой вот обрезочек даже можно использовать на черенок вот такую макушечку она хоть и мягонькая но фуксии легко укореняются поэтому использовать можно только обрезать листики и ставить на укоренение в хороших влажных условиях легко дает корни даже такой мягкий череночек так это сюда это сюда еще один вариант deep apple но он у меня под вопросом по-моему это у меня пересортик ну не суть не в этом суть в том что здесь вот уже расходятся две супротивные веточки и одна центральная как бы ну такой что ли главный побег вот я хочу чтобы они разошлись разные стороны поэтому делаю также на два междоузли обрезку от основного стволика по два узла и все вот здесь вот небольшой побег он еще сформировал только одно междоузли и второе только развивается поэтому пока я его не буду убирать он немножко подрастет выравниться и потом ему просто ослепить его прищипнуть макушечку чтобы было и здесь два и здесь два чтобы веточек как можно больше развивалась здесь можно взять хорошие черенки можно убирать есть еще один способ более крепкие черенки получаются из более вызревших побегов тогда вырезаем центр макушечку вот эту вяленькую нежненькую макушечку убираем здесь укорачиваем листики обязательно и все и вот таким образом череночек садится ну можно было эти листья убрать но я не убираю потому что заглублять я сильно не буду потому корни образуются все равно только из нижней части по стволику корни не образуются а только в нижней части на срезе ну и здесь вот у нас еще одна макушечка которую тоже можно с успехом использовать для укоренения также обрезаем листики и это все усаживается в субстрат можно ставить любой удобный для вас субстрат даже в воду так ну следующий вариант это когда у нас растение немного отросло в этом случае я применяю для начала санитарную обрезку то есть видите вот здесь вот веточка она была обрезана но почки у нее не проснулись то есть она сухая убираем вот эти вот центральные такие некрасивые убираем они все равно уже мертвые это сухая ткань растение ее все равно отторгнет в будущем поэтому просто убираем вот эти пенечки в красоту навели для того чтобы теперь стимулировать еще больше развитие пробуждение большего количества почек не только вот там где проснулись а еще и вот этих вот промежуточных таких небольших почечек да из них чтобы были хорошие молодые росточки побеги можно сделать прищипку вот здесь то есть самые макушечки просто простимулируем в будущем возможно мы снизим это все главное сейчас нам дать возможность новым молодым побегом образоваться то есть вот эти молодые самые первые быстрые мы их немножко при осадим чтобы они не росли очень быстро вверх не тянулись а дал дать возможность для развития вот этих более мелких побегов чтобы кустик был более пушистый время у нас еще есть для этого и она может это растение постоять даже бывает что где-то снизу от корня там вот с нижней части что-то пробуждается ну то есть здесь вот такой вариант еще нужно потерпеть немножко так вот это красивое деревце замечательная пушистенькая уже вот видно скелетные веточки здесь все нормально я здесь обрезаю вот эти приросты также на два междоузли они первые междоузли они короткие два даже вот три где-то просто подрезаю чтобы у меня все деревце начало также хорошенечко ветвиться а вот эти вот молодые веточки зелененькие они у меня будут отличными черенками здесь сразу много черенков можно взять хорошо этот сорт и в будущем сажать в горшочки для рыночной продажи допустим да не вот эти деревца они у меня останутся для себя для украшения моего участка а для продажи на рынок можно уже сажать по два и по три черенка в горшочек для того чтобы быстренько быстренько нам нарастить хорошенькие пышненькие кустики ну и чтобы не стыдно было как говорится черенок совершенно бесплатный потому что он снят вот в таком количестве с моего же растения ну вот в общем то и все что бы я еще здесь сделала я бы убрала вот эту веточку потому что она ну не нравится она мне она так сильно в бок смотрит черенок здесь полу одревесневший тоже можно снять и использовать ну и вот эту пожалуй я бы укоротила то есть просто подформирую как бы деревце вот и теперь оно более равномерное не такое уж однобокое хотя я бы еще убрала вот это и вот это наверное так и сделаю чтобы красиво было кто-то скажет опять ой ну опять взяла в руки секатор и все давай резать да я все люблю порезать но зато когда она срезана все в самом начале потом она обрастает и более красивая будет более аккуратная а так она на как-то на один бог заваливается ну в общем то вот теперь как обычно перед обрезкой растение не поливаем то есть она вот такой немножко подсохшая и через несколько дней можно растение уже полить но в более меньшей дозе то есть водички конечно мы будем давать но уже не столько как обычно то есть не прям замачивая конкретно потому что испаряющий поверхности листовой осталось мало так еще один вот с этим вариантом томвест пестриком примерно то же самое будет ну тут понятно что я крону приведу в порядок возьму черенка и все будет у нас отлично то есть это будет виде ампелечка такого а вот этот сорт у нас сорт вуду это чистый ампель и видно да какие у него огромные побеги куда-то они все стараются завалиться вот эти вот веточки и очень плохо что они вот здесь вот оголенные но я вижу что вот здесь вот в основании почки набухли и вот-вот проснуться вот то есть будет еще главное теперь это все дело простимулировать значит я просто обрезаю коротко побеги ну как коротко два листика я оставляю чтобы они работали здесь вот так вот прирост забираю здесь вот так молодые приросты забираю вот примерно уже одинаково и вот этот молоденький маленький побег ему я уберу только самый самый центр то есть самую точку роста как раз для того чтобы простимулировать пробуждение почек по стволикам и возможно нас растение еще чем-нибудь порадует да невозможно точно порадует обязательно порадует листья вот эти оставшиеся нам нужны будут для фотосинтеза для того чтобы растение и корневая работала хорошо была всасывающая сила хорошая то есть поднятие влаги было достаточным ну вот собственно и все сейчас я вам покажу я уже черенкую фуксии несколько дней покажу что у меня получилось вот такие у меня получились растения которые я обрезала несколько дней назад вот такие вот деревца стройненькие вот места нет уже они выставлены просто на землю освобождаем столы и вот так вот они выглядят пробуждение почек дополнительных я не вижу пока потому что буквально два дня еще прошло даже внутри наверное пробуждение почек не вижу но вот те почки макушечки которые остались они активизировались они очень быстро начинают брать на себя функцию главных побегов и начинают отрастать вот здесь вот были почки которые были пазушные только-только начинали раскрываться вот здесь на глазах уже нарастают листики увеличиваются в размерах поверьте на слово три дня назад я не снимала так еще вариант вариант такого растения которое у нас зимовала как попало ну вот в виде метелки какой-то что я хочу с ним сделать хочу тоже его привести немного в порядок чтобы не такой растребкой было мы сделаю точно также убираю сначала санитарно то есть веточки которые сухие вот эти все обрезочки которые видно так ну это все таки уберу это уберу здесь вот еще из центра что-то такое просыпается поэтому будет это ампель скорее всего и мне нужно из него сделать подобие ампеля все-таки для начала ну жаль вот это все удалять но делать нечего придется удалять потому что вот это лысо вот это вот лысо на концах здесь что-то обросло это меня совсем не устраивает потом это все вот так под тяжестью листвы под тяжестью цветочков она все так развалится и в центре будет лысо поэтому мне не нужно терпела я до этого отрастания для того чтобы взять черенка черенка взять нормально хорошего уже крепкого подозревшего такого подвызревшего череночка чтобы ну бесплатный черенок грех не воспользоваться а поэтому теперь я это все убираю вот и привожу порядок этот кустик чтобы он был более менее приличный и не такой растрепанный ну вот это уже получше немного здесь уже поприличнее хотя частично будут еще лысенькие побеги но думаю что все нормально что то здесь еще по отрастает так вот этот центр я думаю все равно нужно вырезать он здесь нам не нужен будет затеняться самые важные веточки то те что на периферии находятся так то что осталось я обязательно прищипну также на 323 междоузлия посрежу для того чтобы это все дело у нас ветвилась стимуляция пробуждения боковых побегов вот так вот таким вот образом собрала кучу посадочного материала который буду использовать сорт красивый такой знаете нежный белорозовый такой он даже не он даже не такой не чисто розовый он такой юбочка у него розово-фиолетовая такая сиреневая розово-сиреневая я бы так сказала ну вот к сожалению не знаю я его название он у меня идет условно лена есть в одноклассниках у него картиночка итак пойдем теперь черенковать садить череночки итак первый способ которым я пользуюсь это черенкование стаканчики набиваю стаканчики своим субстратом ссылку видео как мы готовим субстрат для черенкования он у у нас универсальный я оставлю в описании к этому видео так делаю три прокола в этом субстрате субстрат предварительно поливаю из леечки обычной водой проколы зубочисткой равнообедренный треугольник нарезаю черенок в данном случае будет вот из этого два большую часть листа я срежу листья очень большие остается вот такой вот черенок вот такой у меня был макушечный я уже его сделала и еще один макушечный у которого два листика огромных убираю два вот этих подрезаю и просто вот в эти вот дырочки подготовленные вставляю черенки можно слегка обжимать можно не не обжимать главное чтобы субстрат был влажный и вуаля получилась вот такая троечка три череночка которые я ставлю ящик до этого у меня был сорт хери пулчер но у него было не так много черенков поэтому я делала по два черенка в один стаканчик стаканчик на 50 миллилитров такой низкий широкий удобно 2 и 3 даже черенка сюда ставить следующий способ у меня вот такой когда можно в одну емкость также наполненную субстратом примерно на половинку там чуть меньше половины высоты этого контейнера набивается тот же самый субстрат увлажняется из леечки обычной водой точно также готовим черенок здесь вот у меня получится один всего черенок и центр я у него уберу обрезаю коротко листики здесь субстрат можно не прокалывать заранее потому что он совсем рыхлый очень рыхлый и здесь вот сплошным насаждением можно садить черенки то есть просто подряд сколько войдет конечно по экономичнее по экономичнее будет в общую емкость садить ну потому что на единицу площади мы можем установить побольше череночков но это в случае когда у меня их много когда у меня их единична то я тогда пользуюсь именно вот этим способом со стаканчиками так будет бывает удобнее вот несколько дней назад я делала такие емкости заполняла сейчас вам покажу стоят они у меня на полочке под лампами вот они лампы температура здесь у нас примерно 20 а то и побольше днем вот так они выглядят влажненькие очень близко-близко так ставила их 12 02 вот сколько дней прошло да нисколько еще не прошло в общем вот так олень и эрвин у меня много черенков поэтому я делала его даже не одну емкость ни один такой контейнер вот еще один контейнер то есть очень удобно в общем контейнере но когда есть с чего нарезать если единична то делаю тогда стаканчик а здесь же я сделала немножко портулак крышку можно вот так закрыть крепко но сейчас днем будет солнышко будет подниматься температура поэтому крышку переворачиваю оставляю такую небольшую щель она не ну как бы сказать немного проветривание есть температура не перегревается там все воздухообмен идет но в то же время влажность сохраняется еще от хризантем к таком же контейнер очки контейнеры совершенно произвольного размера какие да какие вам нравятся видите у меня есть и большие и маленькие и средненькие вот такие вот удобные контейнеры тоже крышку переворачиваешь и небольшая такая щель остается а здесь что у меня бегуни и бальзамины в общем весь вот у меня ряд вся полка вторая вся занята вот такими вот емкостями где что-нибудь что-нибудь укореняется самая горячая пора ну что ж я думаю я вам рассказала показала как что я делаю с фуксией именно вот какие операции я сейчас произвожу о вредителях о болезнях фуксии это совершенно другая тема и большой разговор поэтому думаю сейчас не буду я удлинять свой ролик просто показала как делается фуксия очень легко укореняется есть разные способы укоренения не только субстрате но можно даже в воду их ставить можно в перлит вермикулит в общем любой субстрат который удобен для вас которому вы привыкли с которым вам удобнее работать и которые вам легко доступен и по деньгам и вообще по доступности укоренителей для размножения фуксии я не применяю да в общем-то и по большинству растений тоже потому что растение легко дает корни легко наращивать колюс лишь бы было влажненько и температура не превышала 25 градусов потому что если будет выше 25 это уже критично и фуксия начинает запревать как впрочем и большинство черенков лучше на яркое солнце либо придумывать притенение какое-то для черенка либо его убирать на низы там где более прохладно если вы укореняете в комнате значит ставьте просто в комнате не на окно не в коем случае не под прямые солнечные лучи на солнышке любой черенок бреет и сгорает он сразу плюхнет и не виновата в этом никакая патогенная микрофлора виновата просто температура происходит перегрев тканей ну на этом все дорогие друзья пишите свои вопросы не забывайте что мы сегодня не говорим о вредителях и болезнях а говорим только об операции формировки и черенкование именно весенним ранневесенним когда фуксия только отросла